Бунт в Черкасской области. Местные жители не хотят, чтобы возле их домов появился завод по изготовлению древесного угля. Предприятие собираются построить на окраине одного из поселков. Чего опасаются люди, выясняли наши корреспонденты. Жители Хлыстуновки городищенского района не рады новым соседям. Неподалеку от их поселка началось строительство предприятия по переработке древесного угля. Я знала, что тогда, когда они начали завозить бочки. Мы против того, чтобы нас травили. Мы хотим, чтобы мы дыхали, наши дети, наши внуки чистым поветом. Недавно в местной газете предприниматели разместили объявление о намерении запустить производство. Оборудование и сырье завезли сразу же. Увидев камеры, местная охрана скрылась. Да и хозяева не решились приехать к возмущенным жителям. Выжигать уголь бизнесмены планируют вот в этих железнодорожных цистернах. Визуально на них не видно ни фильтров, ни системы экологической защиты. Согласно проекту, на территории бывшего завода должно быть 17 бочек. Люди уверены, если уголь начнут выжигать, Хлыстуновка задохнется. Вот так выглядит подобное предприятие в селе Млиев, того же Городищинского района. Мы в 2015 году снимали о нем серию сюжетов. Уголь местные предприниматели выжигали незаконно и в кустарных условиях. Елена рассказывает, что несмотря на резонанс, местные бизнесмены лишь нарастили производство. Экология наша страждает, страждает. Лесов совсем нет. В нашей округе уже лесов не осталось. И до кого не обратиться, все говорят, что все законы резко законны. Никто никуда не выезжает. Никто ничего не фиксирует. Хлыстуновки опасаются. Если производство запустят, остановить конвейер уже не удастся. Сочредители предприятия, два депутата райсовета. Люди уже собрали более тысячи подписей против запуска угольных печей. И передали их в райадминистрацию. Почему предприниматели приступили к монтажу оборудования, глава района ответить не смог. Говорит, рычагов влияния на бизнесменов у него нет. Разрешение на производство – прерогатива областного управления экологией. Уже в понедельник районная власть должна направить возражения на выдачу разрешительных документов в областной департамент экологических ресурсов. Но если экологи все же выдадут предпринимателям разрешение, люди будут самостоятельно блокировать работу предприятия. Богдан Вербицкий, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Новости. Телеканал Интер. Черкасская область.